добрый день дорогие мои профессионалы и просто любители красоты в этом видео уроке модель татьяна 66 лет и для нее шикарные преображения при помощи укладки укладка текстурные классные пляжные локоны рассмотрим пошагово всю технику выполнения данной текстуры прядок а также как эти прядки можно трансформировать в различные варианты укладок то есть можно оставить распущенными локонами можно их собрать при помощи платка в различные формы то есть объем сосредоточить верхнюю зону или наоборот опустить в нижнюю и создать эффект как будто бы какая-то там внизу коса то есть хотя длины волос не хватает для косы но объем в нижней зоне также красиво распределяется в данной форме для татьяны ну и конечно это уже продолжение видео урок потому что предварительно я сделала макияж об этом мой подробный видео урок уже есть на канале поэтому проходите смотрите подписываемся на канал и смотрим мои интересные обучающие видео уроки и так тонкие волосы тонкие волосы после к вида потому что татьяна переболела и она отращивает волосы соответственно волосы в начале густые уже растут но концы настолько тонкие что соответственно к ним особый подход вот особый подход в данном случае для татьяны заключается в предподготовке волос об этом конечно я попозже вам расскажу но в данном случае я для объема буду добавлять непосредственно прикорневой гофре гофре узкая и на объем обратите внимание я поджимаю прядь и она перпендикулярно стоит для того чтобы сохранить объем как раз той формы который у меня будет и так в один один прихват во второй прихват и уменьшаю нажим то есть сильно нажимая на прикорневую зону затем уменьшаю всегда вот помните что гофре нужно спускать на нет то есть не дожимать каждую прядь также интенсивно как и близко к линии роста волос то есть все время вы первый шаг нажали интенсивно а затем уменьшаете в этот самый базовое правило собственно техники использования гофре и таким образом прорабатываете прядь за прядью все полностью волосы очень важно когда вы переходите на лицевые прядки то нажим также уменьшаете то есть на лицевых прядках ни в случае не должен заметен быть вот эффект гофре после того как я проработаю все полностью волосы на гофре соответственно я прочесываю расчесываю и получается мега объем пушистый такой одуванчик с объемом это значит хорошо конечно же для любой укладки важен прикорневой объем от этого зависит и стойкость укладки и форма естественно сколько она сохранится отделяю верхнюю зону на зажим соответственно чтобы не мешали волосы верхние и начинаю работать делением вертикальным то есть на правую и левую зону разделила соответственно перехожу к нижней затылочной зоне нижней затылочной зоны тонким пробором смотрите пробор буквально у меня полтора сантиметра по толщине начинаю накрутку утюжок самый обычный дивали классика жанра прядь завернула протащила и вытянула конец вот в этом смысл всей будет накрутки здесь конечно прядки самые тонкие потому что стрижка сама в принципе вот по поводу стрижки еще чуть позже скажу по поводу истончения вот этих кончиков как они все-таки вмешают в конечном варианте укладки вот когда накручу будет сразу понятно о чем речь идет и так прядь за прядью я начинаю накрутку пусть вас не смущает когда вы накручиваете в такой технике начальные пряди первые да что они очень странные они действительно странные они на как таковые на локоны не похожи да то есть у них нет тугого завитка спирального завитка то здесь получается волна легкая волна причем волна если она самые неправильные формы то это еще красивее смотрится потом в раскладке и так заворот сделала смотрите под утюжок проходит прядь и я дальнейшую накрутку выполняю на вытяжение утюжок у меня все время вниз смотрит то есть вертикально вниз спускаясь и соответственно прямой конец за счет этого получается накрутку можно выполнять в разностороннем порядке то есть в одну сторону крутить в противоположную крутить от этого укладка еще выигрыш не будет смотреться и пряди берем тонкие можно конечно потолще взять прядки соответственно если вы толще толщину объем берете то в раскладке они будут более объемные смотреться чем толще прядь тем соответственно толще будет сам локон объем не локон за счет объемной прядки и закономерные вопросы в данном случае почему я не беру толстые объемные пряди да можно накрутить в три прихвата буквально но во-первых волосы тонкие да это сразу уже идет если вы в три прихвата крутите вам сложнее будет сделать разборку скрыть прикорневую зону потому что чем объединяете вы больше прядки тем соответственно вы уменьшаете объем от корня и соответственно потом в разборке уменьшится сама вот эта воздушность укладки если вам нужен воздух в укладке что текстура мелкая классная свободно раскладывается то и накрутку нужно мелкую делать поэтому я всегда советую если конечно же у вас экстренной ситуации вам нужно быстро быстро надо в три прихвата накрутить то крутим нижнюю затылочную в три прихвата затылок сам верхнюю часть уже поменьше прядки но если вы крутите переходите к теменной зоне то там наиболее тщательно нужно крутить таким образом распределяется грамотно время работы то есть вы вроде бы ускорили процесс за счет того что нижние прядки накрутили экстремально быстро более долго проработали как раз лицевые прядки более тщательно и так смотрите прядь за прядью я делаю завороты и у меня образуются вот такие вот сосульки сухарики не знаю текстура текстура классных таких вот локонов которые в разборке будут смотреться непосредственно ломанными пляжными в истории как вот например на пляже вы выходите из моря и вот эти вот локоны которые подсохли от соленой воды соответственно они приобретают жесткую такую классную текстуру интересно и так пряди от лица височные прядки как раз крутим непосредственно от лица очень важно то есть ни в коем случае не крутите не разворачивайте утюжок на лицо ответе в обратную сторону соответственно образуется направление которое удобно потом дополнять в любую форму вот дорогие мои вы сейчас смотрите как раз это видео и на данном этапе вы скажете пожалуйста сложно я что-то делаю или не сложно легко повторить то есть на самом деле движение одни и те же очень важно соблюдать тонкий вот это вот слой пробора потому что если вы еще раз повторюсь отделе выделите прядь 5 сантиметров толщиной то у вас не будет так плавно наращиваться при корневой объем и распределение самих прядочек поэтому толщина пробора полтора сантиметра не больше прядь заворачивайте на утюжок за каждый раз протаскивайте утюжок во внутрь и получается у вас вытянутая ломаная прядочка вот еще раз видите на объем и также утюжка можно работать в обратную сторону в виде я показала что можно его и сверху вниз также протягивать но очень важно сам локон тянуть вниз то есть конец все равно вниз на вытяжение если вам не понравился локон то можно его перекрутить расчесали заново перекручиваете ничего в этом такого страшного на самом деле нету то есть вам должны лаконочки все нравится в процессе которые вы как бы создаете форму чтобы вы понимали что в разборке этот локон будет классный но вот в итоге получится а я хочу чтобы вы обратили внимание на появившееся окно с укладкой и так что схожего между этими укладками то есть сейчас я утюжком делаю дать текстуру пляжных локонов и также вы видите укладку на вытяжение я сделала для ларисе это в прошлые видео уроки у меня вот такие прям пряди идеальные ровные спайный такой эффект волос на волнистый пушистые волосы не управляемые и тем не менее получилось шикарная классная укладка объемная что общего между этой укладкой и той укладкой очень просто на самом деле способ фиксации способ предподготовки волос ведь на самом деле очень важно относиться бережно к волосам в к вашим клиентам потому что естественно они возвращаются и приносят вам снова и снова доход когда волосы на голове есть согласитесь когда вы интенсивно прорабатываете волосы под нагревом под утюжком или плойка естественно они травмируются и поэтому нужно пред подготовка волос к такой работе поэтому об этом обо всем я рассказала в своем вебинаре он состоялся в прямом эфире целых пять часов я для вас показывала рассказывала и надеюсь это было интересно а потом соответственно мы объединились с девчонками профессиональными мастерами в единую группу где обсуждаем как усовершенствовать как раз мою технику укладки вот я сейчас вам показываю различные укладки по одной технике фиксации техника фиксации состоит из нескольких фаз соответственно все эти фазы я вам рассказала показала и обосновала почему что идет зачем и соответственно результаты девчонки скидывают в чате и делятся своими работами вот поэтому неважно где мы живем в каком городе в какой стране в каком регионе абсолютно то есть самое главное нас объединяет с вами специальность общее и соответственно в ней мы хотим расти в ней мы хотим достигать классных результатов поэтому нужно нам с вами общаться делиться секретами делиться общаться и сравнивать результаты работ от этого будет зависеть и качество дальнейшей работы то есть в этом заключается обучение конечно мастер класс трансляцию уже прошла конечно же вы там могли задавать вопросы но в любом случае у вас есть шанс посмотреть конечно же этот вебинар он записи без проблем можно это сделать поэтому все контакты менеджера марии я оставляю внизу под видео а вы между тем наблюдайте как образуются новые новые текстуры то есть объем приобретает свою форму и текстура вот таких вот ломаных сухарей потому что это фиксация жесткой фиксации волос сухари получаются такие сухари я их называю потому что это реально прядки которые хорошо зафиксированы в текстуре вы видите они достаточно жесткие на теменной зоне как раз остается не так много волос но они требуют более тщательной накрутки более тонкие прядки обязательно берите и прорабатываем естественно продолжаем на объем видите насколько на объем каждая прядь у меня приподнимается за счет этого будет быстро выполняться дальнейшем уже разборка каждой прядки и каждый раз я беру прядку и демонстрирую как я ее выполняю накрутку то есть можно на объем прядочку ставите вы видите что на объем я плойкой проработала а затем уже выполняю самому вертикальную накрутку то есть прядь заворачиваю вытягиваю и получается вот такая вот ломаная история еще раз еще раз еще раз проговариваю одно и то же потому что прядки синхронно делаются всем и соответственно процесс занимает но буквально 25 минут нужно чтобы все волосы накрутить здесь не такая большая густота длина так как я не брызгаю каждую прядь и лаком вы видите что нет у меня лака в руках понимаете соответственно я только каждую прядь отделяю на пробор и выполняю накрутку все вот это быстро быстро я делаю и соответственно время у меня занимает совсем маленькое количество то есть это вы быстро выполняется очень много всегда вопросов возникает где с какой стороны делать пробор как распределять первую очередь распределите пряди так чтобы большинство волос уходила на затылок вот это вот зона макушки обязательно вырастает в объеме очень красиво смотрится плавность переходов получается к вискам за счет того что большинство волос я стеменной зоны перекидываю на затылок обратите внимание сейчас как раз это будет у меня видно на видео поэтому уменьшается сама глубина пробора и это хорошо когда у вас маленькой глубина пробора образуется правильное распределение порядок и переход зоны затылка большой такой объем в таких укладках конечно лучше всего делать боковой пробор боковой пробор лучше смещать в бок больше тогда у вас перекид пряди будет на одну сторону больше и слегка асимметричная укладка когда больше асимметрии в укладке она абсолютно всем идет то есть идет коррекции лица сто процентов и так получается вот такая вот текстура которую нужно разобрать да что для этого мы делаем с вами очень просто каждую прядку я беру и подбиваю еще больше таким вот начесом то есть я прядку взяла в ручки натягиваем а расческой вбиваю прикорневую зону получается и начес и такое взбитие соответственно между прядками заполняется пространство то есть нет пустоты за счет этого обретает укладка более живой и естественный вид единственное могу сказать что не нравится мне в этой укладке очень тонкие нижние прядки настолько они тонкие за счет того что просто нет волос волосы татьяна отращивает и как раз вот те самые концы их бы по-хорошему отрезать но форма другая будет и длина другая уже будет то есть соответственно другая стрижка поэтому вот эта нижняя часть волос очень тонко очень прозрачная потом я ее скорректирую с помощью платка но это будет потом а сейчас предварительно давайте без платка разберем как сделать укладку и так лицевые прядки прядки над челкой очень важно приподнимайте и расширяйте вверх за счет этого образуется объем то есть над зоны челки над зоны как раз лба вы приподнимаете вот этот при по объем он также красиво распределяется в любых укладках и можно добавлять там также слегка начес таким образом получается прядки будут ваши держаться на объем еще лучше естественно здесь я уже в руки беру самый обычный наш с вами любимый надеюсь вы тоже его любите это шварцкоповский силуэт голубой флакон лак и дополнительно издалека буду уже создавать форму и фиксировать на лак вот в первый раз за все это время я взяла этот лак в руки до этого фиксация выполнялась без данного лаком конкретно этого лака не было фиксации использовано чтобы текстура оставалась своей текстурой вот как раз прядочек я также ничего дополнительного не использую никакого воска у меня нет на руках в данном случае никакой пасты текстуру для текстуры нет ничего абсолютно нету только вот этот лак шварцкоп я держу в руках для того чтобы сформировать направление каждой прядки то есть уже создать конечную форму единственное что я держу в руках все текстура остается потому что предварительно волосы были проработаны то есть они настолько зафиксированы и вот эта текстура остается в своем первозданном виде поэтому никакого труда не составляет вам прочесать просто расческой с вилочкой частично где-то прядки прочесывайте где-то просто разделяете в нужную вам толщину и вот вам получается классная история пляжных локонов тонких я захотела сделать в этой технике тонкие прядки вы можете оставить естественно более толстые в зависимости от самих волос то есть насколько у вас волосы позволяет густота волос если были густые волосы конечно я потолще пряди делала это было бы также классно эффектно в той же самой технике только прядки в два раза толще это еще красивее смотрится но здесь я не могу это сделать потому что волосы тонкие и соответственно если оставлять толстые пряди то это будет три прядки в ряд и видно прикорневую зону а мне не хочется ее на просвет делать я люблю всегда подходить каждой клиентки индивидуально естественно потому что у каждого свои особенности особенности волос особенности задачи куда на какой вечер на какое событие насколько ярко не ярко эффектно не эффектно нужно делать из многих пунктов задача выполняется поэтому когда очень часто я смотрю различные также как и вы мастер-классы конечно же все рекомендуют если тонкие волосы добавляем дополнительные трессы пряди все это спасение не дорогие мои не всегда пряди спасения не всегда не в наличии есть согласитесь и не все клиенты хотят их закреплять иногда дополнительный объемом может служить самый обычный платок красивый шелковый платок вы можете завязать и соответственно у вас увеличится форма прически за счет этого объема так что мой рекомендуемый совет экспериментируем с платками тем более сейчас лето тем более сейчас можно позволить себе яркие какие-то аксессуары в прическу и в данном случае я вам сделаю в двух вариациях когда я платок подвязываю и концы оставляю на плечо свисающим получается больше прическа в опущенном состоянии и объем переходит как будто бы там коса то есть вот реально вид создается как будто бы ему какую-то косу заплели и оставили объем в нижнем затылочной зоне подкалывать обязательно шелковые платки нужно на невидимки в круговой память по периметру незаметно но обязательно нужно потому что все они естественно имеют свойство с волос сползать а должна прическа быть я считаю в неизменном своем виде целый день обязательно поэтому завязав туго на узел я прохожу еще обязательно фиксирующими невидимками а затем уже по форме вы дополняете каждые прядки в раскладке то есть где-то хотите подобрать убирайте под платок где-то вы хотите приподнять форму обязательно приподнимаем и также подкалываем то есть в любом случае это уже прическа это не просто укладка когда вы накрутили и распущенные оставили волосы нет с платком это уже конкретная прическа которые требуют фиксации невидимками ну и конечно дорогие мои закономерный мой вопрос как вам такой образ для татьяны понравился не понравился сейчас еще один вариант вам покажу как подколоть можно платочек в любом случае вот эта текстура очень удобная в любых вариациях если вы хотите создавать легкие такие воздушные прически то есть они вроде бы и прическа созданы но нету такой вот знаете официальный официальные прически когда конкретно что ты куда-то прям так собирался что вот так вот все официально здесь легкость здесь легкость как будто бы татьяна сама легко и просто все это сделала и у нее получился шикарный вариант укладки и конечно же для того чтобы образ был гармоничный целостный необходим макияж прическа без макияжа не существует так же как и макияж без прически согласитесь поэтому в предыдущем своем видеоуроке я сняла видео как я выполнила данный лифтинг макияж для татьяны 66 лет красотка согласитесь настолько у нее глаза горят настолько энергии от нее просто идет от татьяны что одно удовольствие с ней просто работать то есть все таки как важно в каком мы находимся энергетическом поле до друг с другом и также как и клиенты согласитесь когда приходит к нам то соответственно они либо нам дают дополнительную энергию либо всю ее просто забирают и вот этот вот хочется все-таки гармоничный обмен вести энергиями чтобы клиенты не только забирали а также и давали вам также сил радости дальнейшем делать и создавать различные образы и так я подкалываю уже платок наверх соответственно и прическу вы видели что я заколола просто легким таким заворотом наподобие как ракушка делается то есть все текстурные прядки приподняла вверх и уже объем сосредоточила на верхней затылочной зоне соответственно прическа приподнимается шея открытой больше становится соответственно вытягивается лицо должны вы понимать что коррекция вот от высоты прически очень сильно зависит сама получается форма лица сразу меняется все меняется то есть и по задаче смотрите хотите ли вы больше вытянуть лицо открыть лицо соответственно естественно выше поднимайте прическу если вы хотите наоборот шею прикрыть то естественно в нижней затылочной зоне сосредотачивайте наибольшее количество волос наибольшее количество объема там должно быть а я и в этой зоне также подкалываю платок то есть обязательно по всему периметру невидимками прохожусь для того чтобы создать надежную такую фиксацию всей прически конечно я от вас жду комментарий как вы считаете данная техника укладки данная техника непосредственно накрутки на утюжок понравилось нет легко и просто можно создавать такую вот легкую воздушную текстуру легкие воздушные образы для абсолютно любого возраста вот независимо на какой вы возраст делаете эту текстуру она поверьте мне пойдет вашей клиентке ну и наверное еще раз напомню что очень важно знать степень фиксации степень фиксации для таких порядочек вот пошагово как это я выполнила обязательно потому что очень много в прическах зависит от фиксации от техники фиксации потому что не просто лаком побрызгал и вот вам локоны готовы нет поверьте мне очень много я долго работаю и прихожу к выводу что просто лак нанести издалека побрызгать и вот вам укладка на целый день нет к сожалению нет такого волшебства не случается и нужно подходить гораздо глубже и интенсивнее к этому делу что фиксация должна быть чтобы укладка сохраняла свою форму в течение всего дня и было то есть идеально красиво и гармонично поэтому об этом обо всем я вам рассказала в своем вебинаре вебинар уже в записи есть естественно и поэтому если вы хотите его приобрести проходите внизу под видео я оставила контакты менеджер мария она с удовольствием вас проконсультирует все расскажет как можно это сделать поэтому не стесняйтесь пишите в whatsapp telegram как вам удобно с вами была как всегда художник гример денякина светлана желаю вам от чистого своего сердца главное здоровья удачи и хорошего весеннего настроения модель татьяна с любовью для вас как всегда встретимся в следующих видео уроках у меня на канале